...весьма неплохо. Фанник. 4 матча на Аксе, 3 из которых закончились победой. 50 секунд. В Тунда Бэтрайдере у Фанника побольше матчей, 288 сыграно, но и винрейт поменьше, 56% всего. Но это... А, всего Фанник сыграл 288 матчей, я думал, что это именно на Бэтрайдере. На паке 21 матч, 52%. Шадоу Финд, Na'Vi забирают все. Ого, китайцы на этом турнире этим героям практически всех изничтожали. Феникс появляет с 4-м пиком у Вичи Гейминг. Как часто у нас появлялся Феникс на этом турнире? Дэнди на СФ, 13 матчей, 61,5% винрейта. Это, я так понимаю, за этот год. Не так много матчей на СФ было сыграно. Всего-то 13. А сколько раз у нас Феникс появлялся? Можно посмотреть? Феникс в 2-х матчах, но это в групповой стадии уже, и 50% винрейта. Na'Vi, 4-й пик. 20 секунд бонус тайма. А суммарно за этот год Феникс пикал 144 раза, и винрейт не такой хороший. Меньше половины игр было выиграно с этим героем. Абаддон опять появляется. Началось, как говорится. Ну ладно, здесь хотя бы есть акции Рубик, уже хоть что-то агрессивное, чем можно подавить. Абаддон взят на подсейв СФ, потому что СФ здесь есть чем погнобить в медле с помощью такого количества аур, если венга пойдет гангать, то могут очень сильно напихунить СФ. Таким образом, связка Абаддон и Акс использовалась 10 раз, и винрейт 50%. Ну, такое, пополам. Что, ластбан. Должны убрать либо оффлейнера... Не, ну какого оффлейнера? Они должны убрать керри. Что Акс 100% отправится на оффлейн. Возможно, конечно, это будет агрессивный трипла. Возможно, это будет 2-2, как в последнее время любят играть Na'Vi. И Абаддон будет стоять с Аксом, и Рубик будет суппортировать какого-то керирующего героя. Ну, возможно, это будет тролль. Тролль Толя может сюда заехать очень удачно. Вичи Гимминг догадывается об этом или нет. 3, 2, 1. Минус тролль Толя. Этот Год Хант, он просто, я не знаю, бакоподобен по угадыванию пиков. Что остается на самом деле? Остается забрать себе какого-то к кериру. АМ вряд ли, не любит на нем играть. Хвост, хотя против Медузы, весьма актуально. Может быть, Джакалокоптер? Морфлинг не особо любит его хвост. Не знаю, Герокоптер, скорее всего. Как по мне. Винд Рейнджер появляется еще. Ну, как я и говорил, абсолютное максимальное количество рейндж-героев. Винд Рейнджер ласт пиком. Во-первых, у ворота есть. Верка. Ф5. Один матч, 100% финрейта. У Навин ласт пик 25 секунд. Придется погадать сейчас, что получится. Что получится забрать здесь? Я не знаю, Герокоптер. Либо АМ. То есть, антимаг. Понятно почему. Убивать Медузу антимаг. Слишком маленький винрейт у него на этом турнире. У Нави Сумарна. Да. Вы. Премию этому господину можно прямо сейчас в студию занести. Да, на самом деле, не такой большой и пул героев у хвоста, да и то, что заезжает неплохо. Здесь не так много таких героев. Герокоптер неплохо вписывается. Это факт. Хвост на герокоптере могет, умеет, практикует. Ждем Верочку и Рубика. Герои разобраны как по пику. Вот мы смотрим, и Гейминг Бэтс больше верит в Вичи Гейминг. Ну, возможно, это из-за старта Нави на этом турнире. 0-3, сейчас-то Нави разогнались. 2-46 на Нави, 1-45 Вичи Гейминг. Да, болеем, наверное, за СНГ команду. Хотя мне сейчас скажут, да ты же должен, комментатор, быть непредвзятым. Как я могу быть непредвзятым, когда наши ребятушки будут сейчас бомбить? Причем с герокоптером бомбить слово обретает. Очень правильный смысл. Ну что, ждем Рубика. Ну а теперь можно по составам и по героям. Вичи Гейминг, FY, Виндрейнджер, Супер, Медуза, Финрир, Венгифол Спирит, Айсайсайз, Феникс и Блэк будет играть на Дроу Рейнджер. Команда Нави, рожденные побеждать. Габлак, Абадон, Хвост, Герокоптер, Дэнди, Шадоу Финт, Ванскор, Рубик и Фаник будет на Аксе. Ну посмотрим, как Джакалокоптер, Хвостокоптер нафармить. Здесь должны ему настакать Эншентов, как по мне. Это получается агрессивная Трипла, и Фаник идет на Изи Лейн на Аксе. Кстати, они также будут против Триплейн. Супер сместится в мид. Феникс на начальной стадии игры. Феникс, кстати, будет здесь саппортом. А Фай будет, я так понимаю, стоять на Оффлейне. Хотя Оффлейн здесь превращается в не самый трудный лейн, когда там стоит только Акс. Акс щитком, кольцом защиты. Пробивать его будет сложно в Эрке до появления фейзов и нул-талисманщика какого-нибудь. Да, но Хвоста будет трудно убить под Рубиком и Абадоном. Станы есть чем снимать. Сныкались ребята из Нави. Ждут, как кто-то пойдет контролить Баунтируну. Никто контролить не идет, но Топ ее заберет. Айс-Айс-Айс, я так понимаю. Да, ему достается Баунтируна. На ботоме же ее забирает Хвост. Посмотрим, через что будет качаться. Возможно, это даже будет ракетка, с помощью которой можно синициировать и начать. Смещается Фай саппортом на ботом. Айс-Айс-Айс все-таки будет стоять на Оффлейне на Фениксе. Кстати, здесь Аксу-то будет неприятно очень, когда его будут поджигать. Это не такой шустрый герой. Если его подожгут, он будет гореть. Если он будет гореть, он будет тратить ХП. Если он будет тратить ХП, он может умереть. Маленькая аннотация под Лайн Акс против Феникса. Ну вот уже поджигают Файника. Айс. Фаннику здесь трудно нанести удар под таким слоу. Ну что, Гира пока фармит. Где находится у нас... Вот стоит Блэк. Блэк здесь к репам не особо пока хочет подходить. Хвоста как-то дела попроще. Он прекрасно понимает, что его, если что, подсейвят. Подсейва такого у Вичи Гейминг нет. Но зато у них очень сильная агрессия. Если пойдет привязочка стан от Винги, Таракса сделает пару-тройку тычек, герой может погибнуть. В медле. Дэнди на СФ против Супера на Медузе. СФ 4 ласт хита. Снова пауза. Что-то случилось у Хвоста. Гоу пишет Хвост. Да, тяжеловато, конечно. Покалас хитит. Атаки у СФ вначале немного. Ванскор. Могли, кстати, сейчас привязать, потому что у ВР-ки ничего не прокачано. В теории-то шейкл-шот мог бы быть. Выходит Хвост. ФВА. Большую часть ХП потерял. Надо качать Виндран. Не прокачал, кстати, Виндран. Лол. А почему? Подняли. Подтащили. Финрир. А где щиток был? Вот сейчас пошел щиток до Хвоста. Хвост живет. Надо съесть Тангус. Хвост покушай. Хвост решил отпиться фласочкой. Ну, саппортов здесь пригнобили. Приходится отжираться Тангусами. У Винрира Тангусы еще есть, и у ФВА уже еда для Караеда закончилась. Дэнди 7 крипов. У Медузы 9 на 1. У Медузы, наверное, попроще. И Аура Траксы здесь, хотя СФ уже нормально настрелял. Еще продолжает дэнаить. Руну дабл дэмэджа для супера. А Рубик забирает баунти. Ванскор контролит Руну на ботами. У СФ, а что там по батлу? Есть или нет? Нет. Только набивает. Ну, сейчас уже скоро появится. Да, Дэнди тут успевает и Кайлятиной подфармить. Пласт хитить. Фаник. Погоня за Исайсом. А из 4-го Фаник тоже 4-го. Крутилка в 2. Прокачал поджог, чтобы можно было догнать. М5 все еще тут еле живой. Блэк не хочет поделиться с ним Тангусами. Жадыга. Получают тыкули от гирокоптера. Что по крипам? 13-3 у гирокоптера в 2 раза уступает Тракса. 6 крипов всего добито. Пока у Блэка все не очень. Дэнди. Начинает обузить Ботл. Принесли ему Ботл. Отпился до следующей руны еще 50 секунд. Поэтому Кура успеет смотаться туда-сюда. Также у Медузы приезжает Бочонок. Трампфилы есть у Фаника. Кстати, Фаник топ-1 крипстатс на карте. 20 на 1. Дендос. Не получилось за Денайт. Отпивается флаской. Ботл уже летит. Ну, вообще все стычки должны происходить на Ботоме. Там стоит Трипла на Триплу. Но и тут экшена пока немного. Четвертая минута у нас по-прежнему нет. Ферст Глада. Дэнди покупает себе сапог. Ботл не долетел. Сейчас. Забирает его себе. Руна появляется. Супер идет ее контролить на топ. Руна Инвиза находится на Ботоме. Забирает ее в Анскор. И может попробовать выйти в Мидл. Помочь забрать Медузу. Что будет, наверное, довольно-таки трудно. Манашилд 2 уровня. Бредно Фуллмана. Сэфу надо попасть всеми тремя кайлами. Отпился. Должна быть инфа у Супера, что Рубика нет на лейне. Но сейчас главное не просесть хвосту. Что у Айсайсом? Также Транквиллы 500 на руках. Ровненько идут довольно-таки с Фаником. Ну и не выходит Супер. Пока не торопится. Пытается подблочить крипов Дэнди, чтобы стычка происходила не под вышкой Вичи Гейминг. Да, появляется Ванскор. Закончилась урона Инвиза. И можно уходить на Ботом. Единственное, что сделает, это поджог крипов Фаника. Подожгли. Айсайсайс идет боковать. Еще один поджог. Фаник. Пошел Агар. Зарубил. Тверд ботбай Фаник. Погибает, правда, следом. Но успевает забрать Айсайсайса. Получает за него опыт. Седьмой уровень есть. И с ТП сейчас быстренько вернется. Давят хвоста здесь. Пошел Койл. Подхилу. Габлака. Следующий щиток. Только через 7 секунд. Как же больно здесь хвосту за счет ауры. Тычечки залетают. Пошел Койл. Нужно сажрать тангусы. Все нормально. Фаник сейчас вернется на лейн. Форсблат бай нави. А Дэнди сейчас уже с атакой 110 не так-то трудно ему тут Дэнайти ласт хитить. Все у него в порядке. Вышел вперед. 35 против 23 у Супера. Пока СФ на Кураже. Привязочка по хвосту. Ждут стана от Винги. Пошел Койл. Винга даже если не дотянется станом, там еще будет щиток. Хвост получает стан. Тут же щит. Щит сбили. Фейт болтом. Ванскор. Скинул немного атаки. Хвосту бы здесь, конечно, фласочкой не помешала. Ну, либо Кайлами его захиливает. Да, чем занимается Абадон. У Акса появляется еще одно кольцо Регена. Да, Реген здесь, конечно, неплохой. Даже с выключенными Транквилами 11 хп в секунду. СФ. Отпился ботлом. Погибает Винга. Кого-то еще подцепят. По Блэку здесь взлетает две тычечки. Пытается добраться ванскор. Ванскор не дойдет. Ну, и это был фраг от Гирокоптера. И Хвост получает фейзы. Винга в таверне. Очень покоцанный FY. Ну, у него, правда, есть еще тангусик, поэтому скушает. Айсайз. Появляется яйцо. Теперь Фаннику не получится зарубить так быстро, а нанести такое количество атак. Очень трудно. Дэнди. Собирает, судя по всему, Мидас. Глобус оф Хастэм. Лежит в стэше. 1100 на руках. Мидас скоро появится. Седьмая минута. По Нетворсам. 3400 Дэнди. 3200 Фанник. 2600 Гирокоптер. Около 3000 по золоту преимущество у Нави. Две с лишним тысячи по экспириенсу. Пока что все очень-очень хорошо для рожденных побеждать. Мэджик Вант грейдит себе. До Мэджик Ванта, точнее, грейдит хвост себе стик. Айсайз. Хвостецкий. Бороздит просторы вселенной. Пятый уровень есть. У Габлака тоже сейчас будет пятый. С появлением шестого можно где-то и поагрессировать. Ванскор выходит в мид. Есть сапог. Ну, супер. Он здесь вряд ли подцепит. К тому же Крип сейчас спалил, наверное, Ванскора. Акс отходит в леса. Только непонятно зачем. Айс толкает лейн. Тоже прогрейдил себе Деванда. Что на контроле уруны? Как-то больно компаньонно здесь. Ракетки нет у хвоста? Нет, да. Приходится прожимать линдраны просто убегать. Появляется Баунт. Тоже прогрейдил себе Баунтируна. Можно отдать Габлаку. Можно оставить Дэнди. Ну, Дэнди, да, отпивает Боттл. И идет забирать. Сейчас будет Вуловый. Говорят, Дэнди, забирай Баунтируну и пошли к нам. Замедайся у Волка. Вижен дал Габлак. Нет, Дэнди возвращается в мид. Появляется еще одна перчатка. Это уже под ПТ. Пробивает супер, и, конечно, трудно это делать через третий маношилд. Фаник. По Крепстацию. Кто кого обыгрывает. Медузам. Третье место, четвертое место хвост. Топ-1, топ-2 это Фаник и Дэнди. Фармят, фармят как царюги. Фанику прилетает Вангвард. Феникс поджигает Фаника. Фанику главное Крепочков забирать. Феникс залетел наперед. Айсайсайс. Фаник прожимает Агр, пытается уйти. Живой яйцом здесь выжигает. Неприятно здесь Фанику попадает под стан. Айсайсайс. Еще раз поджигает. И Фаник может погибнуть. Погибает Фаник. Соло килл бой бай Айсайсайс. Фейзы появляются у Медузы. Ну, пока тут Дэнди будет обыгрывать. На что он вовсю обузит Медас. К нему сейчас прилетит уже ПТ. Супер. Без манны практически. Но ботал еще есть. Что-то мне кажется, что хут надо было собирать. Фанику, а не... Вангвард. Попытка подпушить вышку. Фортификейшн уже закончился. Вейл в террор. У вас получил минус армор. ПТ прилетает к Дэнди. Дэнди настакивает там троликов. В Кайламе успевает. Пагрить кого-то. А, он себе два стака сделал. Вот же жук. Возможно, эти стаки, конечно, и не для него, а для гирокоптера. Когда-то хвост сместится на эншинтов и всякие леса эншинтов. Здесь всего два пака. Привязочка. Привязали с габлаком. Вейл в террор. Вот когда вяжут с габлаком, это неприятно. Потому что щиток тебе не кинут. Ты в небольшой опасности. Опивается СФ. Снова контролер руны будет за ним. Заберет дабл дэмэдж. Дабл дэмэдж может сместиться куда-то и что-то подформить. Фаник фармит эншинтов. Транпилы выложил. Фаник уже десятый уровень сейчас будет. Что очень даже неплохо. У Феникса уже десятый, но Феникс здесь остается на полном фрифарме. У него есть урна Транквилы полторы тысячи. Может собирать Аганим, может собирать что-то другое. Ну, не знаю. На самом деле, полторы тысячи уже мог бы что-то купить. А, это Мидас будет. Да, у него же еще одна перчатка после Транквил. Не углядел я просто. Мидас уже появляется. Хвоста Брейсер. Есть Аквилы. Идет такого встатового гирокоптера, которого непросто пробить. Пошла привязочка. Тут же снимается. Хвост. Калдаун под себя. Есть ТП от Айсайса. Айсайса залетает наперед. Может включить яйцо. Поломать его не получится. Габлак должен успеть уйти. Скушай стики. Габлак. Габлак скушал стики. Кидает на себя щиток. Выживает. Все еле живые, но заивейдили. Ванскора привязали. Минус Ванскор. 3-2 в пользу Вичи Гейминг. Да, появляется сейчас, конечно же, время у Хвоста поформить на топе. Он как раз-таки туда ТП и сделал. 17 стиков в кармане. Тысяча на руках. Барабанчики надо доформить. Но вот Айсайса сейчас очень круто сместился и сделал этот ганг. Заставил всю триплу разбежаться и еще и ванскора забрели. Прилетает к нему Мидос. 11 уровень есть. Фаник тоже 11. 1200 до даггера. Супер. Должны поджигать. Подожгли. Пошел ульт Медузы. Баун Тируну можно забрать. Тендерс кастовал с ультимейтом. Но не особо тут это попортило состояние супера. Но зато теперь знает, что у Медузы нет ульты. Агера на топе пытается протаранить вышку. Знает, что фортификейшна нет. Он был провязан на ботами. По графикам Нави по-прежнему ведут 3000 золота. 2000 экспириенса. Пошел калдаун, чтобы крипов пошустрее сбрить. И снова впиться в вышку. Поджигают Хвоста. Хвост не хочет, конечно же, отходить. Заставляет улететь. Пошел Агар. Не получилось подцепить. Есть ТП. Фаник в не лучшей ситуации сейчас. ПО в террор. Привязочка. Стан от венги. Минус Фаник. Да. Добивает его ВР. Вышка стоит на... Не денайбл пока что. На ботами Блэк, кстати, стоит расстреливать вышку. Шестой уровень получил. Аура дает уже 15 атаки. Что всего в единичку вкачана... Пассивочка. Да нет. Решил Рошана забирать. С Момчиком. Пык, пык, пык. Мом Мидос. Так спит, конечно, запредельный. Гера летит от барабана, я так понимаю. Нет, это Огр Клаб. Еще больше статов на выживаемость. Решил сразу идти в БКБ. Против Феникса иначе трудно играть. Да, долго здесь Дэнди бить Рошана, на самом деле. Он, конечно, справляется, но... Времени тратит на это огромное количество. Пошел Мом, Рошанчик отходит постоянно. Дэнди за это время успевает подрегениться. Подходит сюда Габлак. Койл. Ставит в центре. Аура там есть? Нет. Габлак решил потанковать. Правда, смысла в этом нет. Включается щиток. Точнее, ультимейт. СФ должен дофармливать Рошана. Дофармил. Получает Аегис. 1400 на руках. Может быть, какой-то даггер появится. Но здесь лучше статов каких-то на выживаемость набраться. Потому что с Момом и Мидосом... Да, идет Шадо Амулет. Не так много статов. Еще один артефакт на атаку спит. Ну и периодический эскейп. Можно, конечно, раскастоваться. Удачно с ультимейтом, если не будет вижена. Фаник. Все еще нет даггера. 15-ая минута. Да не, тут заходят. Мидасы, Кайлы. Собирают урожай. 13-ый левел. Что у Супера? Вышел на второй Нетворс. Появляется ультимейт Орб. Ирокоптер фармит леса. Пытает на Митрилхаммер. ТП. Ванскор. Поднимает. Супера. Подтащить бы подвышку. Подтащил. А что дальше? А дальше ничего. Украли у него Змеюгу. Запустили в него же. Выжгли у него ману. Как неприятно. Айсайсай снова забирает Фаника. Блин. Это печально на самом деле. Потому что Феник здесь набирает обороты с бешеной скоростью. У него 2000 после Мидаса. Уже он вышел на топ-2 Нетворса, обогнав уже Медузу. И потихонечку подкрадывается к Денди. Блэк. Вторая аура. Тоже Мом. Вышка на ботами. Страдает в Медле. Уже. Потеряли с Денео ее. Габлак. 5-2. Графики мы видим по-прежнему 3000 в пользу Нави. И по золоту, и по экспириенсу. Но вот что делает с Фениксом, когда он сейчас соберет Аганим. И будет сейвить какую-то Медузу, которая будет вылазить полная. Shadow Blade. Слота у Денди пока нет. Давайте что, выложить ТП. Прилетает Shadow Blade. Надо подождать руну, которая появится через 6 секунд наполнить ботл. Айсайз на это время на топе снесет вышечку. Фортификейшн. ТП нет. И заберет ее все равно либо Феникс, либо ВРка. ВРки достается. ВРки через 300 будет меком. На ботами тоже заход на вышку. Хвост по шустрому расправляется с крипами. И сейчас добьет Тавр. Или будет Фортификейшн и сейв ТП. Не нажимаю даже Фортификейшн. Гирокоптер забирает вышку. Это практически БКБ, наверное. Да. Фаник. Выформил себе Даггер. Дэнди под щитком. Видит Супера. Супер сейчас прекрасно понял, что произошло. Снова щиток. Бройд Дэнди по лесам. Пытается что-то найти. Вот он Даггеру Фаником. Что у Гирокоптера? Гирокоптер фармит чужие леса. Сейчас добивает Големчика. Еще пару крипов. И это будет БКБ. Да, мы видим, что по-прежнему Айсайсайс находится на втором Нетворсе. 3000 на руках уже есть. Сейчас еще Мидасик. 3100. Это Аганим и не так долго, если, конечно, это будет Аганим. Рубик интересную штуку. Уграл Пауэршот. Можно зателекинезить их в ту же точку за Пауэршот. Неприятно будет. Фаник. С Даггером. Не стали цеплять. Медля стоит Дэнди. Атак спит. Просто под Момом 0.48. Больше, чем 2 атаки в секунду. Стоит, танкует. Знает, что у него Аегис. Поэтому может где-то и подотдаться. Феник залетает. Ну и тут же Шадоублейд от Дэнди. Кидывается спиритами. Пауэршот. Супер, кстати, не так много остается и маны, и здоровья. Фаник не реализовывает Даггера никак вообще. 1.4.0. У него стата. Не хочет он ходить по карте и кого-то агрить. Продолжает фармить. Сейчас получит 12 уровень. Ну а какой смысл от фаст Даггера тогда? Можно тоже Мидас собирать. Снова фарм от Гирокоптера. БКБшечка есть. Есть Эншенты. Ну и пропадет сейчас Аегис. Совсем скоро у Дэнди. 15 уровень. Руна Регина. У него сейчас еще один Регин от Аегиса. Вот пытается его реализовать. Будет ли выход в миддл. Файба подцепить, расхоставаться над ним. Тут вышечка. Койл. Да. Ну это максимум Тавр упадет. Пошел Мом. Боится СФ, что его подсвапают глубоко и заберут два раза. Не поможет никакой Аегис. Все, пропадает Аегис. Эншенты для хвоста. По шустрому их разбирает. Дэнди помогает. Половину фарма достается ему. Половину хвосту. Акс какой-то экшен на карте начнет делать. Я уже обращался, конечно, к Всевышнему по этому поводу. Типа, есть дайгер, есть вангвард. Почему бы не помочь где-то не походить? На того же ВР-ку в миддле запрыгнуть. ВР-ка получит два кайла. Это труп. Да, возможно, погибнет Акс. Но Акс и так, и так погибает на карте постоянно. Пытается собрать Керимсон гвард. Кристаллис появляется у Дэнди. Спириты пошли. Хвоста подожгли. Пошел щиток. Пауэршот не попадает. Есть ракетка в единичку. Вот ставится на НВР-ку, что заставит ее отступить, потому что подставляться не хочется. Ну, либо ракетку сейчас расстреляют. Да, венга тут. На пару смогла. Вот он, наконец-то, агр венги. Пару тычек. Алдау наперед. Хвост прожимает БКБ. Айс, айс, айса подняли. Надо было расстрелять. Успевает прожать яйцо, но это его никак не спасет. Минус два от Нави. Почему бы давно это было не сделать? При этом фаник остается фуловым. Есть дайгеры агр. Можно пробежать сейчас кружочек, откатиться, транквилы. И запрыгнуть еще на кого-нибудь. Видит супера. Вот он агр. Теперь ультимейта уже нет. Рубик на метле. Кружанию сделал и... Минус Медуза. Все великолепно. В это время где находится вот этот тип? Этот тип что-то формил. Есть Яша. Есть ПТ. Есть Райсбенд. Забрали в медле. Как только вышел Акс из лесов, артефактов в него не прибавилось. Фаник мог начать это делать довольно-таки давно. И было бы все великолепно. Заход на Эншинда, в которых настакали, запрыгивает Фаник. Тут просто это все разносит. Дополнительный фарм для команды Нави. Преимущество сейчас перевалит за 7500. Ну и когда появится Дейдаус у Дэнди, он будет с 2000 каких-то забирать Блэка. Потому что у него на выживаемость ничего нет. Ставится Сентря. Пытаются защититься от Донда Супермида. Пошел Дэнди. Вид Фенрира. Ну не стал идти быковать. Прекрасно понимает, что могут подцепить. До следующего Арашена не так долго. Лучше его дождаться и уже с Аеги саммитить. Димонейдж появляется у Герокоптера. До МКБ не так уж и далеко. С учетом того, что Хвост не умирает, он только фармит. Вышел на второй Нетворс, обогнав Медузу и Айс Айс Айса. Кстати, что там появляется УАйс Айс 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 Айса. Мистик став и это будет Шива. Но решил идти в очень дикий слоу. Но может получиться. Правда Дэнди теперь должен собирать БКБ, наверное. Или доберет Дэйдаус в дэмэдж. Нет, все правильно делает Дэнди. Он собирает БКБ. Ну точнее, пока это Рецепты Огар Клаб. Ну а Вич и Гейминг начинают подпушивать Скади уже есть у Медузы 23-я минута Фейтболт Подрезали атаку, вышечка Можно нажать фортификейшн, нажимают Видят Рубика, Рубик на метле улетел Агар, по суперу, тот должен сейчас прожимать Ультимейт, заходит Дэнди Ну и надо отходить, калдаун Неплохой, прожимается ультимейт Фаник, яйцо, как же тут все плохо Надо уходить, своровал ультимейт Рубик, ванскор в лицо, смотрит суперу Сейчас дропнулось яйцо, фаник Есть Агар, по двоим Как же настреливают Фенриру, больно, супер Остается без маны, хвост тут нарезает, очень много Опять метла от Айсайсайса Теперь падает гирокоптер Ванскор погибает Дэнди еле живой Отпивается Ботлом, может развернуться Конечно, наша Адоблэйди попробует что-то сделать Но решил уйти Минус 3 в исполнении Вичи Гейминг Да, мы видим 5000 опыта, 2000 золота Что сейчас подшатнет Экономику Нави Но вот это яйцо под ультом Медузы Оно все портит, просто нереально его убить Оно заставляет просто разбегаться Когда ты разбегаешься, тебе просто стреляют по спине Тракса с Момом Медуза со Скади Уйти не так-то просто И тебе просто бьют, 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 бьют Бьют по спине, пока ты не умираешь Все просто Заход на Рошана Блэк с Момом Фрост Ароу Рошан тут бить практически не будет А если ей будет Айс С удовольствием это вытанкует У нее 17 армора Должен не догадываться Нави Что происходит Есть ТП на Т2 Пошел щиток И все Драться, наверное, не стоит Хотя Не, ну блин Два раза убивать Медузу It's impossible One score 2000 на руках Форстафик, наверное, какой-то нужен Ну а Дэнди сейчас доберет уже себе БКБ Даггер появляется у Феникса Да, вот сейчас запрыгивает в толпу Спиритов под себя Шива и Яйцо Никто не атакует Ну, в БКБ можно, конечно, это сделать Но там будет работать у Лит Медузы И убить это Яйцо будет очень трудно Хвостецкий По-прежнему МКБ не добрал 1300 остается Дэнди фарм Эншентов Есть БКБ Вот теперь Дэйдаус Чтобы с руки попытаться быстро вынести Тонких саппортов Да и того же Блэка можно вырубать, на самом деле У него тут ничего нет на выживаемость Ну, переключатым ПТ будет 1000 хп Даже, наверное, поменьше Пока нет смысла врываться Пока есть Аегис у Медузы 26 минуты игры По графикам 5000 остается преимущество И по хп, и по золоту Пошел Смоук Шадоу Блэйд Выходит в Миду Видит Файя Пошел Агр Как я и говорил Верка не живет, если ее сагрит Акс Там достаточно Дэнди и Агра Все Остальное Не столь важно Ванскор Купил все-таки Дайгер Не стал покупать Форстаф Хотя, по мне, Форстаф был бы болезней Почему? Потому что Феникс, когда залетает Он сшибает Даггера, по сути Шивой, там, чем угодно Форстаф может помочь Вытолкать своего керри Или какого-то важного героя Из-под действия ульты Медузы Фаник, прыгать на Медузу смысла нет Там Аегис Даже ее всеми усилиями, если заберут Потом она встанет И начнется ответочка А вот на ответочке Уже воевать нечем Хотят, Нави Подраться Еще пару-тройку тычек по вышке Хочет сделать Дэнди Не получилось даже одной тычки сделать Тут же согрелась Медуза Акс стоит и готов ворваться Видит ВР-ку Отступил Ставится агрессивный вард Отпрыгивает ванскор БКБ появляется у Блэка А Блэк в это время Истязает крипочков Получил двенадцатый Вторая аура Сколько там бонус атаки у Медузы Допустим? Сорок девять Пал толст, считай За Девардили моментально Герокоптер Добирает свое МКБ Кого-то подцепили Подцепили фаника Фаник фарми оншентов У себя, но Против этого Вичи Гейминг Убивают Акса Байбека нет минуту Можно попробовать Поагрессировать на Медлячьем По-моему Вичи Гейминг Сейчас и собираются Заняться Потому что есть еще Аегисы Они не против Наверное подраться Пять на пять Две тысячи опыта Заработали с фаникой Восемьсот золота Это немало, кстати Сейчас еще должны Забрать Т2 Прижимает Смолом Блэка Фортификейшна нет Ой-ой-ой Как тавер отлетает Падает вышка Они могут У Т3 пойти покоцать Придется бежать сюда Нави Делать ТП и так далее Да, пошли ТП У фаника еще нет 20 секунд Пошел калдаун Супер Зарядил скадью и хвостун Мультишот для Рубика Это такое себе Привязочка Хвоста привязали Причем к облаку Хвост Очень сильный рассказ Хвост погибнет Не успели дать ему щиток Пошло яйцо Свап Подтащили Дэнди Дэнди в БКБ пытается уйти Выстрел с Кадди Мисс И будут добирать У хвоста нет Байбэка Блэк скуклился с двух ударов Дэнди с Кристаллисом не прощает Единственное, что у Супера Сейчас, наверное, совсем скоро Пропадет уже Аегис Правда, он станет фуловым Без тракции не так удобно бить Забрали Т3 Погоня будет лид Да не факт Покупается рецепт на Дэйдаус Я так понимаю Да, у хвоста есть МКБ он успел перед смертью затарить Да, пропадает вот сейчас Аегис Регенится Медузка Медуза 1600 после Монтестайла Как я говорил, Дэнди с двух щелчков прикончит Блэка Действительно, Блэк в Моме Статов на выживаемость Только Огр Клаб Из-под БКБ И на этом все Поэтому Тычки Которые Порядка 300 дэмэджа Если Дэйдаус вылетает То это ГГБ По Мому 100% Файмекам Фаник Плейт Мэйл Продолжает собирать Наверное Либо Шиву Либо Кирасу Кираса Наверное Полезнее будет Под Гирокоптер С ССФом-то Очень много Минус армора будет У нас пауза Причем непонятно Кто ее поставил Ага Disconnected from the server Time out Я так понимаю Что всех игроков Кикнуло Дота 2 Азия Чемпионшип Окай Дота 2 Лаг Азия Чемпионшип Соревнования По логодрому Лодинг Пока Не получается Не пропадает Надпись Это означает Что мы не можем Зареконектиться Все ли нормально С интернетом У нас с интернетом Все хорошо А вот у китайцев Походу Не факт Да, у нас есть Интервью с хвостом Которое мы сможем Включить вам в эфир После матча И сможем Все вместе Насладиться Интервью С Сашкой Сашка, наверное Скажет нам Что-то хорошее Доброе Позитивное Но он обычно Другого не говорит Это же Сашка Это же Хвосткевич Да, получился Реконнект Я вижу Лодинг Пропал Это означает Что совсем скоро Мы окажемся в игре Предупреждайте Пожалуйста Товарищ режиссер Когда вы Мою милую морду Включаете Да, мы в игре Благи Я так понимаю Что у игроков Вообще ничего не останавливалось И кикало только нас И мы продолжаем смотреть Ждут появления Рошана Мы видим Что Дэнди Кстати по Нетворцу На 3 с лишним Тысячи Обходит Медузу Полторы тысячи После Дейдауса Ему нужно Собрать Баттерфляй Скорее всего Даже вместо Мома Мом, конечно, круто Бафает Но все же Видно, что у Нави Уже всего лишь Две с половиной тысячи Преимущества Остается по золоту Пять тысяч По экспириенсу Что Очень мало На тридцать Второй минуте Хвост Что и тут Помиду Дэнди пытается Разведать ситуацию Но без Аегиса Это делать На самом деле Страшно Потому что Непонятно Где будет стоять Вард Рядом, конечно, Габла Который, если что Наконец Своем волшебном Прискачет И спасет Но можно и не успеть Ванскор тут Дивардит Разлупил все варды На Рошанах На Эншентах И так далее Ну что, будет стычка? У нас, к сожалению Не показывается Когда появится Рошан Но он появится Совсем скоро Я так подозреваю Не зря здесь тусят Агр по двоим Великолепный Заходит СФ ФВА Падает просто с двух тычек Пытается раскистоваться Или нет Не пытается Дэнди раскистоваться Вот, повернулся спиной Костанов ультимейт Суперу Дэмэдж подрезала Все равно слишком много урона Габлак в ультимейте Ванскор стоит В ульте Медузы Яйцо упало Хвост Калдаун По суперу Попадает Заходит сюда Дэнди Под щитком Щиток упал Надо наваливать по суперу Хвост Вот сейчас упадет Упал Габлак тоже падает Остальные спасаются Бегством И Медузу пробить Не получилось Талисманов Эвейджен Наверное дал Слишком много выживаемости 5 часов опыта 1200 золота Вичи Гейминг Все ключевые герои Выжили Погибла Винга Но Тракса Медуза И Феникс Живы Тут конечно жив СФ Не стоит об этом забывать СФу Надо собирать МКБ Потому что Слишком много промахов ДПС у него Очень хороший Много атаки Но надо попадать Чтобы урон наносить Попадать сейчас трудно Появляется Рошанчик Заходит на него Блэк Заходит Айс Пошел Мом Сигналит Мол ребята на Рошане Можно конечно попробовать Саксом зайти туда Чтобы СФ расстрелял Но слишком быстро падает Камнеголовый Дэнди Маны не так много Ультимейта нет Поэтому отдают Отдают Рошанчикам Нечем сейчас Потягаться Да Падает Рошан Медуза теперь Айгис Это означает Что Нави Ближайшие 5 минут Драться Не придется Скорее всего Потому что Даже если они Всю команду Раскидают Медуза Наносит слишком много Дэмэджа Контроля здесь Не такая Большая Уйма Скажем так Есть Телекинез Есть Агр Но обычно После ульта От Медуза Остается что-то одно И то не факт Что будет произведено Видит Супера Швак Ну по Дэнди Залетает Айс 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 Прожимается БКБ Стоит Ракетка Супера Супер Прожимает тоже Ультимейт Ван Скор Заморозил Айс Айс Айса Тот не долетает И приходится расходиться Потратили много БКБ Потеряли Ван Скор Акс уйдет В Смаке Ну Вот как бы Айгис не дропнули Ни на что не развели Все живы Супер Единственное что Прожал Ультимейт Это не так страшно Он через 7 секунд Откатится Через 1000 золота У него будет Баттерфля И по моему Вич и Гейминг Собираются зайти На хайграунд Дроу Рейнджер Тоже уже укрепилась Есть Сия Хвост БКБ в КД Дэнди БКБ в КД Свап хвоста Ну Сашка загулял Минус Хвост Пытается уйти Дэнди Байбэк от Гирокоптера Минусу уходить Наверное отсюда не собирается Зачем Фуллмана Есть Айгис Ну что Гирокоптер БКБ сюда не подойдет Да Залетает ракетка Дэнди тыкует Неплохо тыкует Кстати Но единственное Что он атаковал Пока Медуза была в стане Медуза в стане Не часто стоит И недолго Отступают Вич и Гейминг Не хотят сейчас Лезть на рожон Да Потратил много денег Хвост на Байбэк Еще и фармить Сейчас в ближайшее время Не может Скорее всего Вич и Гейминг Сместятся на топ Где заберут Т2 Заодно и разведут На фортификейшн Если конечно Ванайю будут нажимать Не будут нажимать Падает Тавр Деф От него никто не собирается Супер стоит Продолжает фармить Лезть к нему Баттерфляй Он рискует Всеми деньгами Потому что Не Аегис Он знает Что он воскреснет И вот сейчас Баттерфляем Очень много атаки Да У СФ Конечно Тоже очень много Атаки 5 сотен Всего не хватает До МКБ 840 крит По мобу Украли змейку Подняли Подтащили Супера Расстреливают Агар Пошел Залетает Феникс Пошел Калдаун Супер Сейчас останется Без мана А что толку Стоит и бьет бараки И ничего ты сделать не можешь Половину мана потратили Дали ему арканы Он жив Фортификейшн Дэнди С руки Пошел свап Дэнди Прожимает БКБ Но это никак его здесь не спасает Пытается раскиставаться Раскиставался Дэнди Сбрили первый раз Медузу Байбэк от Дэнди Сейчас она встанет Пусть на Игиса Фуловая Габлак Щиток на Фаника Минус первая сторона И отходит спокойно Супер Дропнули гем Рубик поднял Супера Что решили рискнуть Где агро такса Вот он агр Супер Просаживается Фаник Щиток падает мгновенно Фаник погибает Ну вот стоит Супер И просто стреляет Дэнди сейчас после байбэка Может еще и догореть Нет не догорит Но это минус 4 Байбэк есть только у Акса Идут еще и встречать Дэнди ГГ пишет Ванскор И Вичи Гейминг Одерживает победу Прервав стрик Нави в 5 побед подряд Нави становится Стата 5-4 Да ну не получилось Додавить Вот Медуза Все же Трудно контриться Очень Особенно без Манобернищих героев Без какого-то Огромного Пакована Некров Убивать ее Чересчур Трудно Вот мы смотрим Медуза 606 ГПМ 276 Ласт Хит И несмотря на то что Дэнди Крипов убил больше 281 И ГПМ у него даже больше Что он может сделать Против этой гадости Которая нажимает Мана Шилд Жмет Райт Кликом Периодически нажимая Ультимейт Если все плохо Ну и за спиной Феникс Если что Который стоял На оффлейне Отыграв со статой 10-2-8 Против Фаника Который отправился На Изи Лейн 3-8-5 Вот она стата Айсайсайз 10 киллов Самое большое количество Киллов У оффлейнера Ну Что-то это да значит Статистика По смертям Самое большое количество Смертей У Изи Лейнера Это что-то тоже значит По-моему Да Хвост 5 смертей Винга тоже 5 Ну Как-то вот так Количество дэмэджа У Супера Самое большое Дэнди в 2 раза просел По количеству дэмэджа Если сравнивать его С Медузой Блэк тут вообще был В качестве Такого Суппорта Что у нас по интервью Саша Насколько быстро Можем его показать Мы уже можем Показать интервью С Хвостом Давайте наверное Его посмотрим Как раз таки После матча И после этого Перейдем на небольшую Рекламно-музыкальную паузу И будем дождаться Следующего матча В рамках Дота 2 Азия Чемпионшип Всем привет Мы с вами На связи Из Шанхая И возле меня Александр Хвост Дашкевич всем привет мы с вами на связи из шанхая и возле меня александр хвост дашкевич саша привет привет это хорошее настроение после того как вы победили фаворитов лидеров турнира evil genius ну да как бы грустить нечего после первого неудачного дня как-то реабилитировались и стараемся побеждать вот сега неожиданно мало не сопротивлялись даже учитывая что мы очень много ошибок допустили в игре но мы выиграли я очень доволен я вижу у вас первый день турнира после wildcard был какой-то ну мягко говоря провальный почему в чем причины были мы немного у нас было там три-четыре заготовочки так как у нас стрим без косяков поэтому технических неполадок трудно избежать ближайшее время на наш чудодейственный режиссер все устранит и мы сможем насладиться интервью хвоста а пока придется наслаждаться мной что можно сказать по прошедшему матчу